здравствуйте друзья у нас расклад на третью декаду мая для представителей знака зодиака дело давайте посмотрим что вас ожидает третью декаду мая на ленорман мы посмотрим сюрприз или неожиданность еще будет карты исполнения желаний пока я готовлю расклад подумайте о вашем желании мы посмотрим сбудется она или нет в третью декаду мая не забывайте пожалуйста ставить лайки пишите комментарии делитесь моими видео давайте помогать друг другу развиваться дело 3 декада мая с чем вы входите ли что у вас будет происходить в начале 3 декады вот потянулась карта до две пятерки хорошо отношения у кого есть что у вас происходит в отношениях для тех кто в поиске отношений какие у вас перспективы работа бизнес у кого есть поиск работы или совет от карт совет от вселенной на что обратить внимание ну или поиск на может кто-то что-то найдет финансы с чем вы выйдете из этой декады давайте посмотрим исполнится ли желание у дев 3 декада мая карту мы откроем в конце расклада на дне колода у вас тут жезлов смотрите это что-то новое это какое-то новое начало то есть вашу голову приходит мысль это импульс именно к действиям но это может быть все что угодно это может быть решение нового бизнеса нового проекта это может быть новая работа это может быть могут быть новые отношения здесь очень сильный сексуальный посыл но это может быть новое начало именно ваших посетенных делах вот здесь вот вот у нас стоит дом может быть кто-то наконец-то решает да вот все хватит не хочу больше в этой квартире жить вот сейчас с этим карантином мы да тот кто живет в доме он хоть в палисадник свой может выйти и вы понимаете что все не хочу хочу свой дом чтобы у меня дети гуляли чтобы у меня была зеленая трава они бетонная лестница ну кто-то может быть начнет ремонт ну здесь какие-то новые начинания то есть это вот приходит мысль человек загорается какой-то новой идеи сюрприз или неожиданность для дев 3 декабря мая сюрприз или неожиданность хорошо давайте смотреть ну вот входите вы тут у вас две пятерки пятерки у нас это кризисы но еще эта карта она как бы в середине да она говорит о том что в чем-то может произойти прорыв но вам нужно будет за это бороться у вас здесь какая-то потеря потери работы потеря любви потери отношений денежные потери но вам нужно проявить лидерские качества и у вас есть шанс из этой борьбы быть победителем но вам нужно проявить упорство тогда вы можете этих потерь избежать с чем это связано конечно тут у всех по-разному но у нас сначала вышла потеря а потом вышла борьба и вам карты говорят что если вы проявите вот эти вот ну знаете храбрость отвагу упорство настырность то вы можете избежать этих потерь ну с чем связаны расклад общий может быть с работой может быть с бизнесом может быть как я сказала с отношениями может быть борьба судебное разбирательство может быть что-то решение наследства или что-то с недвижимостью у кого что но шанс победить у вас есть вот отношения здесь у вас девятка мечей тут страхи страхи что вас покинут если эти страхи родились значит тут узнаете еще змея в доме да но тут семье может быть какие-то проблемы у вас в отношениях вообще по девятке она говорит если у вас есть какие-то страхи сомнения да здесь нужно просто внести в ясность ну составить с человеком разговор ну давайте посмотрим да что у вас с отношениями почему девятка мечей то ну вот видите девятка жезлов да вам при кто-то посягает на ваши отношения да вы знаете еще вот она говорит что ваши страхи так как она скорее всего оправданы здесь именно человек почему он ранен вот сзади к нему никто подойти не мог его ранил тот от кого меньше всего этого ожидал то есть он просто не ожидал этого нападения это когда нужно защищать свое место под солнцем но мы смотрим отношения до свои отношения свою любовь свою собственность в этих отношениях но здесь скорее всего кто-то у вас ну у вас тут змея да здесь у вас кто-то посягает на ваши отношения но давайте посмотрим чем все это закончится то вас вы представляете у вас еще одна девятка знаете все у вас получится вы отвоюете свою любовь но вам нельзя опускать руки вам нельзя сдаваться и тогда по девятки кубков это именно ну это во первых карты исполнения желания а что вы желаете вы желаете сохранить вашей любовь ваши отношения вы их сохраните а если вы уже устали бороться в этих отношениях и вам захочется наслаждаться жизнью гордом одиночестве у вас это тоже получится вот что вы хотите то у вас и будет а если вы хотите свои отношения отвоевать то вам нельзя терять бдительность вам нужно проявить упорство вам нужно бороться за свою любовь вот тут вот с этими змеями и тогда вы получите вы забудете о всех проблемах трудностях вы будете наслаждаться этим чувством любовью вместе поэтому боритесь по этим картам у вас еще не все потеряно ну вот это вот может быть связано именно с почему легла пятерка кубков это именно потеря отношений все это потеря любви это потери партнера но она потянулась а потянулась она вот здесь у вас жезл и здесь жезл она говорит действуйте действуйте отвоевывайте свою любовь не опускайте руки у вас еще не все потеряно и будет у вас счастье хорошо для тех кто в поиске здесь у вас на пороге новые отношения поэтому общайтесь если есть возможность куда-то ходить ходите если нет общайтесь через интернет но здесь у вас на пороге новая любовь хорошо работа бизнес здесь у нас колесо фортуны здесь может речь те каком-то проекте который вы давно ждали здесь вам нужно проявить мастерство умения вообще карта это говорит об удачном шансе или пойти по пути самореализации может быть кто-то здесь нашел свое предназначение но для этого вам нужно будет сделать решительный шаг свой ли это бизнес или это вы на кого-то работаете тут конечно у всех по-разному но какие-то хорошие перемены к лучшему да и вот эти перемены они откроют вам путь к расширению к росту ну возможно это будет совсем новое направление но вы как по колесу фортуны до вам сейчас сопутствует удача и она вам показывает какой-то счастливый поворот начала новой благоприятной жизни поэтому воспользуйтесь этим удачным шансом или что-то начать или что-то реализовать вот для тех кто в поиске и тут как в совета ложится королева мечей знаете вообще королева мечей у нас женщина независимая но это может быть специалист в какой-то узкой сфере и она вам говорит а не думали вы начать что-то свое может быть проводить какие-то консультации это еще у нас может быть преподаватель может быть вы уже очень опытный человек а вы может быть этот вариант не рассматривали ну вам вот как карты в совет говорят что может быть вот что-то свое что-то связано с творчеством преподавание может быть вы очень хороший юрист может Может быть, какие-то свои в интернете, например, открыть, консультации давать за деньги. Еще вам здесь могут подойти профессии, которые связаны с общением, с коммуникациями. Это может быть именно общение с людьми, администратор, менеджер. Еще это может быть, преподаватель уже говорил, журналистика. Или это какие-то коммуникативные, интернет, связь, колл-центры, творчество, как я сказала. Поэтому рассмотрите эти варианты. Может быть, вы обладаете какими-то данными или какими-то талантами в этом или знаниями. Финансы. Финансы здесь ложится старший Аркан Шут. Здесь вам предупреждение. По Шуту, который ложится на финансы, они говорят, что вы очень нерационально относитесь к деньгам. То есть у вас то густо, то пусто. Вот пришли деньги, и вы их куда-то промотали. Здесь нужно именно относиться к деньгам более рачительно. Научиться планировать, научиться экономить. Да, сейчас кто-то обидится, скажет, да я всегда все просчитываю. Но для кого-то эта информация есть. Потому что Шут на деньги – это именно неправильное отношение, это безалаберное отношение с финансами. Надо научиться откладывать на черный день. Они пришли, они вы сразу шоковать. День-два, да, и опять пустой карман. Нет, вот, ну это не я говорю, это говорят вам карты. И с чем вы выходите, да, или что у вас в конце мая, начале июня. Здесь у вас десятка пентаклей. Вы знаете, вообще карта символизирует стабильность, деньги, благополучие семьи. Здесь может быть смена поколений. Здесь может быть решение крупных вопросов, именно связанных с вашей семьей, с вашим домом. Это может быть недвижимость, семейный бизнес, вопросы наследства. Еще это смена статуса. Десятка – это окончание, да, потом приходит туз. Здесь кто-то может поменять статус. Вот вы были холостой, холостая, становитесь в отношениях. Или вы жили с родителями, но можете разъехаться. Да, вы знаете, вот я сейчас подумала, это ведь может быть не вы не за отношения боретесь-то, а вы боретесь с кем вы живете. Вы отстаиваете свою территорию. Кто-то, может быть, вмешивается в ваши дела. Почему вам девятка кубков-то легла? Это наслаждение жизнью вдвоем. Может быть, вы в конце этих десяти дней все-таки решите вопрос, да? Ну, вы просто снимете квартиру и съедете. Или вы получите наследство, уедете. Потому что вот это еще, карта может говорить, что в вашем доме есть какая-то змея. Но вот змея – это может быть пожилая женщина, и вам приходится постоянно с ней бороться. По пятерке – это когда в доме есть тиран. Ну, для мужчин это может быть теща, для женщин это может быть свекровь. Ну, или свекра, или свекровь. И вам постоянно приходилось воевать, то есть вас уже это достало. Как вариант, это тоже может быть. И здесь вы в конце этих десяти дней все-таки этот вопрос решите. Ну, а вообще она говорит о финансовом благополучии семьи. Давайте посмотрим, да, здесь я уже сказала. А, еще тут одно замечание. Тут у нас змея еще – это здоровье. Не здоровье – это медицина, а дерево – это здоровье. Карта говорит, обратите внимание, ну, опять кому-то, на свое здоровье. Если есть какие-то звоночки, где-то колет, где-то что-то побаливает, то не тяните, идите, сделайте хотя бы диагностику, сдайте хотя бы анализы. Хорошо, давайте посмотрим, исполнится ли желание у Дев 3 декада мая. Да, это карта победителя. Шестерка жезлов. Желание ваше исполнится. Хорошо, давайте посмотрим еще для вас совет от Виканского оракула для Дев 3 декады мая. Совет для Дев 3 декады мая от Виканского оракула. Так, это у нас 19-я карта. Это, по-моему, у нас животный-хранитель, да? Ой, я эту книжку взяла. Да, в прямом положении она говорит, ваша связь с природой сейчас очень сильна. Обратите внимание на своих животных-хранителей, как физически находящихся рядом с вами, так и тех, кто охраняет вас на тонких планах. Вы также можете начать общаться со своим животным-тотем, который способен привнести в вашу жизнь те качества, которыми вы давно обладали, но не умели верно использовать. Но это еще надо знать, кто ваш животный-тотем. Хорошо, давайте еще посмотрим совет для Дев от Оракула. «Магические врата» на третью декаду мая. Забота о себе. Я принимаю и люблю себя. Сейчас я вам уточню. Бывают ситуации, когда собственные потребности нужно ставить выше потребностей и ожиданий других людей. Сегодня ваш день. Позаботитесь о себе, поухаживайте за собой. Купите себе букет роз, пригласите себя в шикарный ресторан, купите себе подарок, о котором давно мечтали, да все откладывали. Отнеситесь к себе так, как отнеслись бы к дорогому гостю. Это, кстати, вот девятка кубков. Да, она говорит побаловать себя чем-то, доставить себе удовольствие. Вот такой получился расклад для вас. Я благодарю вас за просмотр, за лайки, за комментарии. Удачи вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин